Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на очередном выпуске программы Кухни Юго-Запада. Вернулись мы на свою кухню. Сегодня обсудим мы второй дивизион, обсудим матчи первого дивизиона и обсудим кубковые игры. С вами буду я, Михаил Першин и Антон Погодин. Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, на турнирную таблицу второго дивизиона. Поздравляем команду Трейдер Тим Гуфс с заслуженным чемпионством. 91 очко набрала команда. Приоритет с 88 баллами занимает второе место. И легендарная для Юго-Запада команда Торпеда Гагаринский возвращается в первый дивизион. 80 очков набирает дружина Дмитрия Цыплакова. Поздравляем Сердечно Торпеда, поздравляем Приоритет, поздравляем Трейдер Тим Гуфс. Интересно будет посмотреть на них в первом дивизионе. Отметим, что в первом дивизионе в следующем году будет одно из старейших дерби ЛФЛ Юго-Западной лиги. Это Торпеда, Гагаринский и Тонна. Отметим в целом по таблице успехи Вихря Сауст-Веста. Вторая половина сезона команде удалась. Павлин показал себя очень крепкой командой. Роуф Байкал провел неплохой сезон. Ну и в последнем туре Старая Гвардия, можно сказать, на флажке обгоняет Уран. Выходит из зоны вылета. Занимает 16 место с 19 баллами. Но по поводу зоны вылета, возможно, будут какие-то реформы в Юго-Западной лиге. Поэтому следите внимательно за информацией. Может быть, что-то поменяется в структуре чемпионата. Отметим также, что в два у нас лучшим бомбардиром становится Алексей Барышников. 61 мяч он забил. Его партнер по команде Владислав Сологуб 37 мячей забивает. И Игорь Титов из трейдер Тингу с 35 мячами занимает третье место. По ассистентам Антон. По ассистентам тут как раз чуть-чуть наоборот. Тут Барышников и Сологуб местами разменялись. Сологуб отдал 40 голевых передач, а Барышников отдал 35. Ну, а Игорь Титов остался у нас на своем бронзовом третьем месте с 30 голевыми передачами. Ну, и тогда по сумме гол плюс пас. Уж подытожим всю эту историю. На первом месте, естественно, Алексей Барышников. 61 плюс 35, 96 баллов. Второе место Сологуб 37 плюс 40 голевых передач. 77 баллов итоговых. Ну, и Игорь Титов замыкает тройку призеров. 35 забитых мячей, 30 голевых передач. 65 результативных баллов. Ну, в принципе, все ожидаемо. В плане ассистентов и бомбардиров, тут представители первых двух команд. Единственный вопрос, почему второе место опередило именно в этих номинациях первое. Но мы с тобой оба знаем то, что в ключевой очной встрече трейдер TeamGos обыграл приоритет. И, в принципе, вот этот паритет в три очка и сохранился в итоговой таблице. Также хотелось бы сделать некое предположение на будущий сезон. Мне очень понравилась в этом году команда Профа-20. Не могу их не отметить. Кстати, ребята, в какой-то части мои земляки. Набрали они в этом году 74 очка. 6 очков им не хватило до третьего места. Несмотря на то, что Михаил во втором круге, они обыграли всех трех. Вышедшие команды. Да, все три вышедшие команды. Ну, не хватило чуть-чуть. Молодая команда Профа-20. Не хватило где-то опыта, где-то не собрались. От Вихря, я помню, поражение, там, утренний матч был. 9 утра, игрался этот матч, не собралась Профа. Вихрь два мяча быстро забил и дальше уверенно оборонялся. Вихрь я уже отмечал. Антон Дисоуза-Степанов там гигантскую работу проводит. Молодец, стоит отметить именно его тренерскую работу. Еще по храмовникам 0-9, надо сказать, команда вылетела. Играла первый сезон после вылета. Я думаю, лучше нас сам же Алексей Макаренко расскажет об итогах сезона. Ну и вот так вот в целом закончим мы, наверное, общение о 2А дивизионе. Единственное, что хотелось бы добавить, знаешь, почему я отметил Профу-20 храмовники 0-9. Они даже, вот 4-5 место, да. Так у них очные встречи они сыграли. 4-3, одержана победа Профы-20 во втором круге, а в первом круге храмовники 0-9 выиграли с счетом 4-2. То есть, в принципе, это равные коллективы, которым, ну, у Хамовников, своя какая-то там история, у Профы-своя. Но это, в принципе, коллективы, которые имеют момент роста. Поэтому, в принципе, в следующем сезоне стоит от них ожидать повышения в классе. Но я лично жду. На этом, я думаю, как бы, ну... Ну, два. Мы еще в итоговой передаче более подробно с интервью. Потом попробуем максимального количества представителей команд взять интервью. Короткие флеши, чтобы было полное понимание. Иметь полную картину, да. Ну что же, Антон, перейдем к обсуждению кубковых матчей. Кубковые матчи с участием, так называемой, правой сетки. С участием Алмаза, Селесты. Первый полуфинал мы уже обсудили с Алексеем Лыхиным. Вторая сетка, левая сетка. В финал вышел чемпионат. В финал у нас будет чемпионат Селеста. Ты как непосредственный участник событий в левой сетке турнира. Вот расскажи, пожалуйста, матч столица «Три звездочки». Давай сначала послушаем, что сказал до матча Виктор Блатов. Один из ведущих футболистов «Трех звездочек». Короткое интервью его. Сегодня у нас на интервью игрок команды «Три звездочки» Виктор Блатов. И сейчас он вам даст пару комментариев. Чем собираетесь сегодня выигрывать? Командой, чем. Ну или мной. Оптимальный ли сегодня состав? Нет, вообще нет. Я думаю, человек 8 лет без состава. Я еще приехал, это вообще не оптимальный наш состав. Понял, спасибо. Ну и вот по матчу «Столица Три звездочки». Что можешь нам сказать? «Столица Три звездочки»? Ну, объективно, если оценивать эту игру, «Три звездочки» приехал без пяти ключевых футболистов. Один был дисквалифицирован, четыре не знаю по каким причинам, но их не было. Первый тайм, даже я, наверное, скажу, все-таки три звездочки. Видно было то, что команда выше класса. Артель не смогла продемонстрировать свой коронный высокий прессинг, о котором даже Ярослав Моисеев говорил. Там объективно, да, там и жара была, там очень тяжело. Я тебя перебил. Коронный прессинг, это я Ярославу Моисееву говорил о том, что «Столица» играет в прессинг. Он говорил, что у «Три звездочек» есть контраргумент. Это как раз вот Виктор Блатов, он знает, как входить от этого прессинга. Ну да, я сам удивился, что не увидел прессинга от «Столицы». Не было, жарко было, плюс не получалось. Ребята немножко адаптировались к представителю высшего дивизиона. Все-таки тяжело, когда ты весь чемпионат играешь в первом дивизионе, где там я постоянно буду возвращаться к этому, шеф-штрафной, один столб. И здесь, когда комбинировать умеет даже вратарь, понимаешь, то есть потерь мяча минимальны, контроль мяча максимальный. Надо было к этому привыкнуть. Плюс ко всему перекрывать зоны, плюс ко всему уровень борьбы. Все-таки более и жестко играет соперник. Цепче играет соперник, быстрее играет соперник. К этому надо привыкнуть. И когда команда, в принципе, привыкла, да, во втором тайме мы видим, там, последние 10 минутку, артель, в принципе, захватил инициативу. При 2-1, понятное дело, что у нас было еще отыгрываться. У них все получилось. Благо, там, за 2-3 минуты до конца, Эльдар Москаев забил гол и сравнил счет. Ну, а в серии пенальти это, кто-то говорит, лотерея, кто-то говорит, это мастерство бьющего. Не знаю, как к этому относиться. Тренер трех звездочек, как он себя любит называть, руководитель. Руководитель. Руководитель Артем Цирин, да. Я считаю, из трех своих голкиперов на эту игру выбрал идеальную кандидатуру. Идеально, потому что тот вратарь, который стоял у них в этой игре, это был человек, играл, прошу прощения. Влет феноменальной реакцией. И, в принципе, в серии пенальти он это показал. Он 4 раза, он именно по мячу стоял, и ему совсем чуть-чуть не хватило, чтобы отбить. Ну, здесь фарт, удача, мастерство, не знаю. Я уже сказал, много причин различных, как же по-разному говорит. Все это было на стороне артеля в серии пенальти. То есть, благодаря этому, в принципе, они прошли. По игре то, что артель был сильнее, нет, не скажу. Не скажу. Даже несмотря на то, что звездочек не было. Послушаем, что сказал Юрий Бабин, главный тренер столицы Артель, после матча с тремя звездочками. У нас сегодня главный тренер команды столицы Артель. Что можете сказать по поводу матча? Я хочу сказать, что это прекрасная игра была. Очень сильных команд. И я благодарен и соперникам, благодарен своей команде за этот настоящий, мощный, красивый футбол. Вот, гола сорок. Но игра была очень хорошая, достойная. Обе команды очень сильные. И это было здорово. Нам удалось выиграть по пенальти. Вот, за что я очень благодарен вратарю. И каждому игроку, конечно же, тоже. Спасибо большое. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Параллельно с этим матчем, в другом матче 1-4 финала, чемпионат играл с любителями. 6-4 победил чемпионат. Игра получилась интересной по счету. Ну, по факту, там 6-2 был счет в пользу чемпионата. На последних уже минутах игры два мяча забили любителя. Отметим, что у любителей не был Никиты Зиновьева, одного из ключевых игроков в центре поля. Одного из моих любимых игроков в нашей лиге. Ну, очень хорошо, что тебе нравятся креативные футболисты. Какие-то проблемы с транспортом с личным возникли у Никиты. И не смог он посетить этот матч, к сожалению, для любителей. Отметим, не самый лучший матч голкипера Олега Белокопытова. Не выручил он в ключевые моменты свою команду. Чемпионат выигрывает 6-4. Выходит в полуфинал. Сбивает 6 мячей. Мне кажется, почти все свои моменты в этой игре реализовали футболисты чемпионата. Знаешь, я бы эту игру подытожил так. Атака была сильнее нападения. Атака была сильнее защиты. Потому что, судя по счету, счет вообще какой-то хоккейный. И если учесть то, что любители – это вторая команда нашей лиги играла с четвертой. Это был открыт футбол, стратегии. В принципе, любители никогда не меняют. Они играют в комбинационный футбол. Чемпионат тоже. Чемпионат тоже не меняет свою стратегию. У них масса, масса именно не в плане веса, а масса в плане количества футболистов, обладающих хорошим дальним ударом. Это и Динар Медов, это и Сопронов, Артемий Пономарев. И благодаря этому… Антона Савченко. Надо отметить, что Антона Савченко в отчетной игре не было. И можно сказать, что Никита Зиновьев, Артем Савченко, размен произошел по неприехавшим футболистам. То есть, 1-1. По лидерам 1-1. И ты знаешь, еще непонятно, что хуже было для чемпионата потери центрального полузащитника. Или для любителей потери одного из самых своих креативных игроков. В некоторых моментах, сейчас сейчас скажу, бросалось в глаза то, что Шендрик не получал должного количества. На них сыгранная с Зиновьевым связка. Конечно, Иван Лукин был. Иван Лукин хорошо сыграл в этой встрече. Но не хватило. И Забил. И Шендрик забил. Мало того, любители повели. То есть, по большому счету, чемпионат одержал волевую победу. Волевая победа. В принципе, больше об этом матче тут нечего сказать. Давай к полуфиналу. Столица Артель. Снова ты у нас как экспертом выступил. Сейчас как участник этого матча непосредственно. И встречался с командой чемпионат. Послушаем, что говорил до матча Виктор Белов. Главный тренер чемпионата. Здравствуйте, Виктор. Виктор, не могли бы вы сказать, что вы думаете о предстоящей игре? Ну, предстоящая игра будет непростой, так как это полуфинал. На полуфинал играются самые сильные команды. И столица Артель не исключение. Они заняли в первом визионе первое место. Видел их игру со звездочками. Очень приличная команда. Так что будет тяжело бороться. Разбирали ли вы игру с соперником? Ну, вкратце их разбирали, но подробно анализа не было. То есть, конкретных целей каких-то нет в игру? Ну, наш план есть, как мы играем. А вот разбирать с соперником мы особо не разбирали. Все, спасибо вам большое. Ну, что же, чемпионат в итоге побеждает. Тон, расскажи об этой игре, как она смотрелась изнутри. Изнутри? Ну, ты видел это со стороны, потому что тебе тоже пришлось работать на этой игре. Получается, мы с тобой вдвоем можем ее обсудить. Но изнутри бросалось в глаза. И честно, я говорил об этом практически весь первый тайм, чтобы он на поле. Там меня заменили, если ты помнишь, в первом тайме после инцидента, который там произошел. Бросалось в глаза то, что ребята мало двигаются. Не знаю, с чем связано функционально. Ребята готовы хорошо. Не знаю. Но движение было мало. Сидели глубоко. Это футбол. Артели. Никогда не видел, чтобы мы играли в такой футбол. Не знаю, с чем связано. Может, кто-то перегорел, кто-то перенастроился. Может, недонастроился. Я не знаю. Но, по большому счету, ошибки были глупые. Голы были глупые. То есть, первый мяч, центр поля. Ну, понятно, в любой игре может произойти такой удар с любым абсолютным вратарем. Вне зависимости. И Буфон пропускал, и Яшин пропускал. И все топовые вратари пропускали глупые мячи. Все стоит Нойер, который пропустил от Интера. Станкович там своей половины в Лиге чемпионах, когда что за шальки стоял. Дело не в этом. То есть, где-то не дорабатывали вот эти вот мини-моменты, микро-моменты. Они не дорабатывали. В первой лиге это проходит. Здесь не проходит. То есть, получается, что это продолжение игры с тремя звездочками. Понимаешь, опять. То есть, после двух игр чемпионата первой лиги, где одержаны две победы, выходим играть с командой высшего дивизиона, где, опять же, уровень всего на порядок выше. И это полуфинал, соответственно, и уровень эмоций выше. Опыт. Вполне возможно опыт. Артель молодая команда, два года всего лишь. Понимаешь, игроки, которые собраны, никто звезд с небом не хватал. Никто ничего особого в ЛФЛ еще не выиграл. Для них этот матч, это определенный этап периода роста. То есть, будут сделаны выводы, как игроками, как руководителем, так и тренерским штабом. Могли дожать в конце. Да, второй тайм полностью перевернули, успокоились, получили ряд инструкций, указаний от тренера. Да, перевернули игру, не дожали. Ну, второй тайм был похож. Честно, у нас была в первом круге игра с зарядом. В первом дивизионе. Также проиграли 2-3. Только там еще более плачевная ситуация была. Если здесь 0-2, 2-1, 3-1, 3-2. Там было вообще 0-3, потом 3-2. То есть, и там, и здесь не дожали. По-своему, сценарий этих матчей с чем-то очень похож. И, опять же, опыт. Мне кажется, это опыт. Сегодня. Не надо не забывать, что чемпионат в прошлом году тоже играл в финале кубка. Поиграл пищевику, кубковая команда. Правда, чемпионат команды тоже без трофеев пока у нас. Но они очень близки. Явно, что они фавориты финала. Конечно, Селесты фавориты. Если приедет основной состав, доедут все, то, конечно же, сложно будет Селесте в финале. Но Виктор Белов, когда у нас был с тобой в Госях, в самой первой передаче, он говорил о том, что у них цель только кубок остался. Все, потому что четвертое место. Хотя это был за несколько тур, да, качание чемпионата. Он говорил, что весь акцент будет сделан на кубок. И слова не расходятся сделанным. Чемпионат-финаль. Давай послушаем Юрия Бабина. После матча столицы «Артель» чемпионат. Главного тренера столицы «Артель». Здравствуйте, Юрий. Могли бы дать комментарии по завершившемуся матчу? Да, это была очень хорошая игра. Я благодарен сопернику за хорошее сопротивление. Настоящее, действительно. И для нашей команды это очень хороший опыт. Не буду комментировать там, кто сильнее. Естественно, счет на табло. Поэтому поздравляем соперников с выходом в финал. Наша команда сыграла очень старательно. Но нам есть еще над чем работать. И я думаю, что в высшей лиге этот опыт нам очень пригодится. Также он пригодится и в других соревнованиях. Хорошая игра. Благодарен каждому игроку. Каких-то вопросов нет. Но, естественно, нам всем нужно прибавлять, чтобы, действительно, в высшей лиге смотреться так, как мы можем. Все-таки сегодня была не идеальная игра в нашем исполнении. Особенно с точки зрения эмоций. Мы можем быть спокойнее, увереннее, чем сегодня были. Но, тем не менее, я благодарен. Потому что ребята доигрывали в каждом моменте, старались. Всем спасибо. Спасибо, Юрий. Что ж, друзья, у нас в студии первый гость. Это представитель команды Росвоенапотека Денис Шарафуддинов. Денис, добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Денис, очень рады увидеть вас у нас в студии. Очень давно хотели мы послушать о команде Росвоенапотека. Очень самобытная команда. Недавно вы выступаете у нас в Юго-Западной лиге. Хотелось бы поподробнее, чтобы вы рассказали о команде, чтобы наши зрители узнали о команде побольше. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за то, что пригласили в нашу передачу популярную, интересную. Ну и, собственно, за предоставленную возможность как раз таки рассказать о команде. Да, мы всего лишь существуем три года. История такова, что однажды в 2015 году нас пригласили поучаствовать в турнире оборонно-промышленного комплекса. И так как коллектив одноименной организации, скажем так, в основном состоит из женской части, прекрасной части человечества, мужчин у нас не хватало, было принято решение пригласить наших участников, военных и потечников, дабы они помогли нам, скажем так, поучаствовать в этом турнире. Выступление было довольно-таки удачным. И по завершении мы собрались и подумали, а почему бы, собственно, не попробовать свои силы в любительской футбольной лиге. И руководство организации разрешило использовать наш официальный логотип, название. Ну и, собственно, идея такова, что основной костяк команды составляют именно участники нашей этой военной ипотеки, все представители федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, ну, собственно, и сами работники данной организации. Вот в 2016 году мы и решили попробовать свои силы вот в юго-западной как раз-таки лиге. И довольно-таки неплохо, по-моему, начали. В 2016 году сначала прошли третью лигу, затем вторую. И сейчас, в настоящее время, задача стоит, конечно же, попасть в высшую лигу. И она на сегодняшний день у нас пока еще, скажем так, под вопросом, выполнится или нет. Мы прекрасно понимаем, что предстоит стыковой турнир, стыковые матчи с очень серьезными и сильными соперниками. Но будем прикладывать все силы, дабы выполнить поставленную задачу, как говорят у нас у военных. Вкратце так. Я думаю, что ваш матч с Аминево, уже известно то, что и с Аминево будете играть в плей-офф за повышение в классе, за выход в высшую лигу. Чуть попозже мы обсудим матч с Аминево, когда коснемся именно первой дивизиона. Сейчас больше о истории о вашей. То есть у вас получается, что первый сезон вы выигрываете третий дивизион. Мы заняли второе место и на следующий год также заняли второе место в третьей и во второй лиге. Соответственно, на сегодняшний день самое наше большое достижение, на мой взгляд, это победа в зимнем кубке западной и юго-западной лиги в категории народ. Это было буквально в прошлом году в финале выиграли. В 2018 году в финале вы выиграли у Заряда. Как получается, вы с Зарядом идете вместе, параллельно всегда. Есть такое, да. В этом и Петр Лебедев, да, кстати, рассказал, что Заряд с Росвоенной ипотекой, как друзья-товарищи, вместе за ручку из каждого дивизиона выходит. Но Заряд в этом году, если я уже выполнил задачу, вы еще пока не выполнили. Да, мы еще пока отстаем. Будем надеяться, что нам удастся совместно поиграть в следующей лиге. Но какой бы результат ни был, мы его достойно, скажем так, примем и будем работать. Задачи будут ставиться, будем тренироваться, стараться и, собственно, представлять как команду, так и, собственно, Юго-Западную лигу в каких-то турнирах, которых нам, может быть, предстоит поиграть еще. Да, Денис, очень хорошая была компания у вас в этом сезоне в Лиге Москвы. Очень достойно выступил клуб, достойно похвалы. Портеру только, к сожалению, уступили. Но видел я оба матча, очень достойные были игры. Ну, мне тоже понравилась игра, кроме результата, безусловно, боролись, старались. Где-то не хватило опыта, где-то не хватило тренерской подсказки, поскольку вот в первом матче как раз-таки мы играли без тренера. И, быть может, если его бы присутствие как-то нам помогло, ну, опять же, повторюсь, та команда более опытная. Мы все-таки еще не такие опытные на уровне вот именно уже выступлений в таких турнирах Евролиги, назовем их так, да. Ну, ребята выкладывались, старались, и я считаю, что мы проиграли финалисту. Это, на мой взгляд, довольно-таки достойно. И счет, скажем так, не такой уж разгромный, да. Первый матч у нас закончился 5-4 в пользу Портера, второй 2-1. Но до конца матча результат не ясен был, скажем так, до финального свиска. Или до последнего. Ну, про первый матч я тоже могу рассказать, то, что я работал на этом матче. И, в принципе, при определенном сечении обстоятельств вполне возможно уже с военной потекой могла одержать победу. То есть там довольно-таки открытый футбол был с обеих сторон. И заряженность, ребята, и вот эта вот именно заряженность помогла им нивелировать вот этот недостаток в классе как таковой. То есть, дикий, вот опять же, опыт, правильно, Денис постоянно говорит про опыт. То есть были какие-то завалены вот эти вот отрезки, да. Вот у неопытных команд это зачастую происходит. То, что где-то они не держат удар, сыпятся, потом подсобираются. Где-то они сыпятся, не собираются. Но про вашу команду этого сказать не могу. То есть за провальным отрезком всегда у них следует некий напор, да, при котором они подсобираются. И даже вот неоднократно и в первой лиге, да, были одержаны интересные победы. Ну, вообще, мне кажется, дополню я Антона сейчас чуть-чуть, что вот Александр Прошин, ваш тренер, очень эмоционально ведущий себя на броске, заводящий команду. Это так, это так. Мне кажется, очень велика зависимость у команды от тренера. Помним мы, что осенью по каким-то причинам между командными, так сказать, внутрикомандными причинам он отсутствовал. И как раз вот тогда вот спад произошел у команды и были потеряны важные очки. Быть может, мы сейчас была бы выполнена задача, теоретически могло такое случиться, если бы тренер вот в тот период нас на некоторое время оставил, и мы остались одни. Да, тот период был провальный, тяжелый, эмоционально тяжелый. То есть ребята функционально были готовы, но вот именно зависимость от тренера, все ее замечают. Ну, собственно, что в этом, что это скрывать, это видно. Вот такая вот, как говорится, люди военные привыкли, чтобы кто-то командовал всегда, да, ставил задачу. И, ну, вот такая зависимость, она действительно сейчас существует, это факт. И, быть может, все было бы по-другому, если бы вот тот провальный отрезок у нас был бы под руководством тренера, он бы не был провальным, мы бы, может быть, и были бы. Но, как говорится, история не любит сослагательных наклонений, вот что есть, то есть сегодня. Наверное, мы занимаем то место, которое сегодня, как по классу, по уровню, наверное, нам и присуще, да, нашей команде. Хотелось бы большего, но вот, к сожалению, пока так. Денис, как вообще вот сказали вы о том, что костяк составляют игроки, которые, так сказать, ну, работают в структуре Росвоенопотеки, но как-то у вас идет поиск игроков, появились у вас новые игроки, молодые игроки, воспитанники Чертанова. Вот за счет чего вы ведете поиск футболистов? Сначала скажу, что у нас работников, именно работников самой организации двое в заявке команды. В руководстве еще есть у нас один сотрудник, который производит постоянную съемку наших матчей, да, выкладывает нарезки, там, так далее. Он тоже в структуре команды, но он не выходит на поле, вот. А остальные ребята, они служат в ведомствах своих федеральных, просто они являются нашими участниками. Вот этой военной ипотеки, кто-то приобрел жилье, кто-то собирается это сделать. То есть они вот объединены этим брендом, так как они в этом процессе все замешаны, все вот эти военнослужащие. Касаемо поиска новых кадров, безусловно, нам сложно в том плане, что я в силу своей, там, скажем так, отсутствует у меня футбольное прошлое, да, но связей таких нет. В основном ребята приводят кого-то знакомых на просмотр, я тоже пытаюсь кого-то найти, дабы, безусловно, команда нуждается в омоложении, в обновлении, да, это не всегда это, скажем так, знак равно можно поставить между этими терминами. Тем не менее, нуждаемся и в том, и в другом, и хотим вот в межсезонье определенные вещи произвести, потому как, ну, чувствуем, что средний возраст команды такой, что да и ребята, наверное, сами бы хотели, рассматриваем, скажем так, такую возможность, быть может, создать вторую команду в виде ветеранской, в виде дубля, да, чтобы и ребята могли играть дополнительно уже возрастные игроки, да и чтобы привлечь молодежь, которая рвется, которая хотела бы каждую игру, там, выходить на поле и доказывать, получать результат. Вот наше недавнее приобретение, скажем так, это вот наш вратарь Андрей Конаков, да, и Никита Корсунцев, это воспитанники Чертанова, собственно, они, ну, по ним видно, и вы их сразу же привлекли. Да, и участие в молодежной сборке. Да, и я думаю, что ребята достойно себя показывают, и еще у них будет шанс как-то себя проявить. Для команды, для либ в целом. Поиск, к сожалению, тоже вот Рафанное радио, ищем, пытаемся, рекомендуем. Вот через социальные сети, кстати, вот не пробовали еще искать, может быть, и этот вопрос. Давайте в передаче скажем, что если кто-то желает попробовать свои силы, в командирование своей напотеки, то милости просим на просмотр. На просмотр, да, был бы рад, если бы к нам кто-то пришел из ребят, которые хотели бы себя показать. Мы по вторникам тренируемся на тех же полях, где, собственно, проходят наши матчи, в 19.30. Пожалуйста, рад будем видеть на наших тренировках. Ну, надеюсь, поможет в нашей передаче. Очень был бы рад этому, да. Найти талантливых футболистов для команды Росвоенопотека. Сейчас обратите, пожалуйста, внимание на экран. Видите вы турнирную таблицу первого дивизиона. И сразу же вопрос. Центральный матч предпоследнего тура первого дивизиона был между командами Аминиева и Росвоенопотека. Можно сказать, репетиция полуфинального матча за право выхода в высший дивизион. Там, да, еще Аминиев имеет теоретический шанс обогнать заряд. Но и Петр Лебедев у нас был в студии, говорил о том, что спокойно они займут второе место за ряд. И понятно, что полуфинал Аминиева и Росвоенопотека. Вот в свете этого результат неудачный в эти выходные был. 6-2 поражения потерпела Росвоенопотека. Вот хотелось бы у вас узнать мнение об этом матче, чтобы узнали наши зрители. Матч был довольно-таки эмоциональный, как на поле, так и на бровке. Скажем так, все переживали, ну, те, кто не играл, да. Вот, ну, мне кажется, что немного нам не повезло. Во-первых, потому как не было основных двух человек, которые играют в нападении. Алексея Никина, Александра Ишкова, да. И только вот Иван Росул, он один, скажем так, из этой тройки был. И весь матч ему было сложно провести. Поэтому его менял Дмитрий Ваганов, который в основном у нас является игроком бровки. Да, и это не его позиция. Конечно, ему было сложно. Это раз. Второй момент, что все-таки где-то, наверное, не повезло. Может быть, не хватило, опять же, опыта и класса использовать те моменты, которые у нас были. А они были и довольно-таки в немалом количестве. Забей там мы в первых минутах свои возможности. Игра могла пойти совсем по-другому. Но, опять же, скажу, как есть, так есть. У Аминьева на эту игру, даже сами ребята из Аминьева говорят, первый раз у нас только приехало людей. То есть состав был максимальный. Скамейка была, скажем так, максимально заполнена. И по факту у них действительно было два, может быть, равноценных состава, если так можно сказать. У нас же в этом плане, конечно же, было гораздо хуже. Дело обстояли. Есть у нас и травмированные игроки, ребята, которые, травмируясь. Вот тот же самый Алексей Яникин получил травму на игре с Метралоджиком. И надеюсь, что он восстановится к стыковым матчам у других ребят. Там тоже какие-то травмы. Кто-то элементарно не смог из-за каких-то личных обстоятельств приехать. Вот, к сожалению, эта репетиция, может быть, не совсем удачная у нас получилась. Но будем надеяться, что именно на саму игру, на стыковой турнир мы подойдем именно в оптимальном составе. И сможем показать ту игру, которую, может быть, от нас ждут наши болельщики. Да и сами ребята от себя ждут. Настрой есть. Честно, меня удивил результат 2-6. Потому что ваша команда на втором месте по пропущенным мячам в первом дивизионе. И вот эти вот 6 мячей, в принципе, если бы вы их не пропустили, закончили бы с баранкой, так называемые. Это, в принципе, вы бы к лидеру по пропущенным приблизились. Там было бы 47 на 48. Да, мы следим за этой статистикой. Пусть мы не на первом месте, но по пропущенным голам мы действительно были, скажем так, в числе лидеров. Да, и на это есть причина. У нас задняя линия вратарь и защита довольно-таки, мне кажется, неплохая у нас. Укомплектована неплохими качественными игроками. Это и Вячеслав Михайлов, это и Евгений Лихонин, это Юрий Сироткин. Это основные наши защитники. На мой взгляд, очень достойные играющие. Ну и на, скажем так, линии ворот Андрей Комяков, который также привлекался в сборную. Я считаю, что вот это заслуга, конечно же, всей команды, но и защита нашей, на мой взгляд. Это и их, скажем так, вклад в тот результат по пропущенным голам. Ну, эта игра, конечно, нам немножко попортила статистику, но главная задача, повторюсь, для команды – это выйти в высшую лигу. Хотелось бы ее выполнить. Задача такая стоит, она не снимается. Будем надеяться, что все получится. Денис, у меня следующий вопрос тогда к вам. Остался последний матч у вас в регулярном чемпионате перед стыками. Игра с командой, борющейся за выживание. Какие у вас будут задачи, может быть, цели, которые будете реализовывать в этой игре? Потому что, в принципе, накануне стыков рисковать, я думаю, лидерами вы… Не хотелось бы, да, рисковать. В то же время хотелось бы, скажем так, добиться положительного результата, да, чтобы закончить, скажем так, на мажорной ноте, да, сезон. Вот, безусловно, будем стараться, чтобы ребята не получили травмы, да, никто, по крайней мере, приложим для этого все усилия. Вот, может быть, дадим возможность поиграть тем ребятам, которые меньше проводят времени на игровом поле, поскольку, как мы все понимаем, результат этого матча никаких раскладов в турнирах облицы для нас, по крайней мере, не меняет, да. Вот, все-таки готовимся к стыковым матчам, чтобы все ребята, как вы правильно сказали, должны остаться без травм, с максимальным настроем помочь команде. Поэтому… Ну, то есть будет тратация, да. Соблюсти, хотим соблюсти, скажем так, некий баланс, да, чтобы и результата достичь, но в то же время, скажем так, с наименьшими потерями, затратами, да, вот выполнить эту задачу, как и все так. Ну, то есть дать людям поиграть и по максимуму попытаться их использовать в пользу положительного результата. Да, да, вполне, я думаю, что это правильно, это реально и объяснимо. Ну, мне кажется, да, потому что все мысли сейчас, мне кажется, Росвоенопотеки об Аминево, о полуфинальном матче переходных игр и рисковать лидерами, карточки, травмы никто не отменял и, конечно же, нежелательно иметь. Да, конечно. Денис, в целом, по первому дивизиону, вот какие команды на вас впечатление оказали? Ну, мне кажется, что, безусловно, команды, которые выше нас находятся, да, вот и Аминева для нас это была неизвестная команда, поскольку она заявилась в другой, да, западной лиге. Мы с ними играли, достойные соперники, как говорится, показали, что с ними сложно и можно бороться, но, да, они всегда дадут бой. Ну, заряд мы знаем давно, с ними у нас особые отношения, да, и на поле, и за пределами поля. Команда укомплектована, как вы знаете, там, имея дубль, у них большая заявка, они могут выставлять там по два состава полноценных на игру, да, с ними тоже сложно. Вот, ну, ребята не скрывают, что ставят задачи так же, как и мы выйти в высшую лигу, и у них это, собственно, получилось. Вот, ну, и столица Артель, да, такой интересный проект, он, я так понимаю, тоже появился, там, все ребята со школы, и, как говорится, достойно занимают место. Лидирующие, я думаю, что и в высшей лиге они так же у нас не потеряются. И вообще, честно говоря, по первой лиге мне показалось, что она у нас, ну, это, конечно, мое личное мнение, очень интересный сезон получился в части накала, борьбы, да, там, я имею в виду, что и первая лига, в том числе, представляла интересы юго-западной лиги, да, и довольно-таки неплохо у нас это получилось. То есть, вот, борьба была такая интересная, команды, которые, вот, где-то с пятого, там, по десятое место иногда могли такой результат дать, который никто от них не ожидал, в этом был интерес, в этом была борьба, да, тот же, там, Прайд, те, тот же, там, Химик могли, иногда такие матчи выдавали, что интересная была борьба, непредсказуемая в этом, на мой взгляд, наш интерес именно первой лиги заключался. Хотя, опять же, вот, если говорить чуть пониже команды, там, Хэнгойер, да, вот, допустим, их, если взять, интересно, ну, реально, хотелось бы, чтобы они остались, ребята довольно-таки интересные, хорошую группу оказали, бьются там, да, выкладываются, и заодно это, наверное, хотелось бы, чтобы у них получилось все-таки остаться в первой лиге достойные соперники, на мой взгляд. Вот, ну, не хотелось бы никого из других команд обидеть, поскольку я про остальных не могу говорю так подробно, да, вот, Карбланш, ребята, очень индивидуально сильные, да, игроки, и нам с ними никогда тоже, скажем так, легко не было, да, если говорить именно вот об этой команде. Да, мы помним игру с Карбланшем, победа была Карбланшем, ну, потом техническое поражение, ошибок с руководством Карбланшем в первом круге. Да, было такое, после этой игры, конечно, у меня много ребят было травмированных, да, на самом деле, потому как ребята, скажем так, горячие, эмоциональные, да, и где-то, ну, и наши тоже не уступали, шли в борьбу до конца, вот, результат был такой, что травмы были довольно-таки серьезные у многих ребят, но, благо, все закончилось хорошо. Поэтому, мне кажется, первая лига довольно-таки интересная у нас в этом году получилась, надеюсь, что и в следующем году пополнится вот интересными командами со второй лиги, тоже будет интересная напряженная борьба. Да, вот, у меня такой провокационный немножко вопрос, коль уж Денис-то хорошо, судя по всему, разбирал практически все команды, у нас на пятую путевку сейчас, на пятое место, да, это на путевку в стыке, по большому счету, три претендента, это ММФ-2, шальные, как ни странно, это команда занимающая девятое место, Селеста, в силу того, что у них 33 очка, в силу того, что они, да, у нас по кубку идут высоко, дошли уже даже до финала, кстати, коль уж вспомнили о финалах, Росвоен ипотека играет со всеми финалистами на Москву, они проиграли Портеру, который вышел в финал, и чемпионату они проиграли 5-2, который опять же в финал, то есть, кто выиграет у Росвоен ипотеки, тот оказывается в финале, назовем это так. Денис, вернемся все-таки к пятому месту, вот смотри, у ММФ осталось две игры с БСК и Селестой, у шальных осталось Хэнговер и БСК, у Селесты осталось кооператив Озеро, ММФ-2 и Заряд в последнем туре, а мы знаем то, что Селеста с Зарядом, это хорошие друзья, они вместе тренируются, много что можно о них рассказать, Петр Лебедев и Николай Дыбов нам рассказывали об этих отношениях, твое мнение, кто является фаворитом в борьбе за пятую строчку? Ну, если вот абстрагироваться от каких-то дополнительных факторов, то у Селесты, наверное, самый сложный календарь остался, да, вот, потом, если говорить о шальных, у шальных, по-моему, он самый такой, ну, объективно самый простой, да, календарь, вот, Но, опять же, недавно буквально был случай, да, тот же, и третья команда у нас это ММФ-2, они, мне кажется, вот у них был такой хороший гандикап запас, да, Но они, мне кажется, его, ну, растеряли в том плане, что, может быть, не достигли того результата, который хотелось бы им достичь, дабы выйти в виде наличных лидеров на пятое место. Я думаю, что, скорее всего, эта борьба будет между, как бы я хорошо ни относился к Николаю и к Селесте, да, и очень уважаю этот коллектив, и общаемся тоже, Но, мне кажется, что, скорее всего, будет на пятом месте либо ММФ, либо Шене, да, полагаю, что так. Опять же, если я ошибусь, то, если Леса займет это место, я буду только рад. Ну, вот, по моим предположениям, кажется, что вот из этих двух команд кто-то будет на пятом месте, на мой взгляд. Ну, я могу сказать свое мнение по этому вопросу. У ММФ-2 в эти выходные сначала игра с БСК, где явный фаворит, конечно же, ММФ-2. На следующий день им играть с Селестой. Этот матч будет транслировать ЛФЛ-ТВ. К сожалению, для Селесты не все зависит от нее. В случае победы ММФ-2 на ДБСК теряют теоретические шансы футболисты Селесты на пятое место. И вот здесь вот именно встает вопрос, я практически не сомневаюсь, что ММФ-2 победит БСК. И встает вопрос мотивации Селесты против ММФ-2. Если Селеста выйдет, будет биться, будет сражаться, то тогда фаворитами за пятое место становятся Шальные. Ну, опять же, если Шальные, опять же, им играть с БСК, и Шальные им играть с Ханговером. Ханговер будет мотивирован, может быть, уже не будет мотивирован. В случае победы Росвоенапотеки, Росвоенапотека с Новым Москвой играет чуть раньше. И в случае победы Росвоенапотеки, вы говорили о том, что хотите, чтобы Ханговер остался. Все зависит от вас. Не проигрывайте в Новом Москве, и все, Ханговер доволен и счастлив. То есть, очень многое зависит от Селесты и от результата матча Селесты ММФ-2. А теперь я скажу свое мнение. Конечно. Все помним о том, что БСК выдал отрезок из, по-моему, трех или четырех побед. Было это в весенней части чемпионата. Да, было такое. Было? Было. Потом. Следующее. Все знаем, насколько ММФ-2 нестабильно. Все знаем? Все знаем. Был отрыв, потом они спали, потом они под конец опять час набрали. БСК на прощание захочет хлопнуть дверью? Может быть и захочет, но вопрос ресурса. Приедут ли лето? Лето. Команда не имеет турнирной мотивации. Могут не доехать все футболисты, те, которые добывали очки весной. Хорошо. Параллель. КамАЗ, стоп наркотик. Игра высшего дивизиона, последний тур. Стоп наркотик вылетел без шансов. Как закончили? 5-4 в пользу стоп наркотика. Это так. Опять же. Вот я вам три фактора привел против вас двоих. Антон, но ты не сказал слово фаворита. Мой фаворит Селеста. Я верю в чудеса, тем более Лига чемпионов с Лигой Европы в этом году нас приучили к тому, что невероятно какие-то камбэки, сумасшествие какое-то футбольное происходит. Плюс ко всему у нас все-таки ЛФЛ. А кто сказал о том, что ММФ-2 соберется? Вот вы говорите о том, что БСК, Машница. Непонятно, у них там задачи, у них это. Но кто сказал о том, что они приедут целиком и полностью? Никто об этом не говорит. Травмы, лето, опять же, дачи, множество факторов всяких. Жены, дети, множество всяких случайностей, много всяких мелочей, которые могут повлиять даже на приезд. Поэтому, опять же, вернемся к Селесте Дениса, сказал о том, что у них был проваленный отрезок чемпионат. В чем был проваленный отрезок в чемпионате? В том плане, что Николай, когда к нам приходил, он же говорил о том, что у него большое количество травм. Травмированное забором. Большое количество травм. Только из-за этого. Поэтому я и говорю о том, что для меня Селеста фаворит. Плюс то, что вытворяет вратарь Селеста на кубке. Это просто... О кубке мы еще поговорим. Нет, но мы говорим о тех факторах, о тех моментах, которые могут повлиять на итог в таблице. То есть, как за Селесту, так и против ММФ. Честно скажу, испытываю симпатию к Селесте, но если бы я ошибусь и помню Селесту, я только буду рад еще раз повторить. Ну что же, вся развязка Первой Лиги будет представлена на ЛФЛ ТВ. Планируется у нас показать матчи Селеста Кооператив Озеро. Матч Шальных с Хэнговером. И матч, естественно, о котором мы уже говорили, это матч Селеста ММФ 2. Вот эти три матча будут представлены вашему вниманию на ЛФЛ ТВ. Ну что, на этом мы благодарим Дениса Шарфудину за то, что пришел к нам в студию. Спасибо за приглашение. Будем ждать на итоговой программе. Надеюсь, будет приятный повод пообщаться. Очень надеюсь на это. Спасибо еще раз. Спасибо. До свидания. Ну что же, друзья, второй гость в нашей программе. Алексей Лыхин, игрок и представитель футбольного клуба «Алмаз». Главного возмутителя спокойствия в Кубке Юго-Западной Лиги. И команда в целом в своем дивизионе во второй «Б» выступила довольно успешно. Заняла четвертое место. Леш, добрый вечер. Добрый вечер. Леш, ну сразу по Кубку начнем. За две недели, что не выходили наши передачи, «Алмаз» две игры провел именно в Кубке. Сначала с ММФ. Вот хотелось бы про ММФ послушать, что ты можешь сказать про этот матч. Во-первых, хочу им сказать спасибо, что мы смогли найти оптимальное время игры. Потому что ввиду нашего рейтинга это было очень сложно. Покупку, подстраиваться. А хотелось показывать качественный футбол и быть с оптимальным составом. Настрой был у всех боевой. Состав был полностью укомплектован. И показали достойную игру. И порадовали и болельщиков, и себя. И проверили свои силы против такой команды высшего дивизиона. Ребята очень хорошо играли. Мне понравился больше всего фланговый защитник. Левый защитник. Молодой, да? Николаев. Очень качественно отыграл. Вот. Что еще? Ну вообще вот по игре. По игре. Какая у вас установка? У вас появился тренер, о нем мы чуть попозже пообщаемся. В начале сезона я не видел этого специалиста у вас на бровке. Вообще, что вам говорили в раздевалке до матча с ММР? Прессинг. Хороший прессинг. Ребята быстрые, техничные. Не давать принять мяч, развернуться. Принять какое-то решение. Все это было выполнено. Контраатаковали и забивали. А Петр Викторович у нас, он со следующего сезона начнет тренировать нас. В этом сезоне он к нам присматривался. Нам он очень нравится. Его сын также у нас играет в нашей команде. Сергей Гришин. Будем только набирать. И если будет шанс волей выхода в первый дивизион случайный какой-то, если кто-то там откажется, еще что-то мы его примем и покажем хорошую игру. Будем надеяться. Ну, вообще, ваш тренер Петр Викторович, по-моему, работал с какими-то командами уже на Юго-Западе. Ну, пару лет назад он был тренером приоритета. Тогда, по-моему, не было приоритета. Астралион. Астралион еще команду называл. И, по-моему, Стандарт еще возглавлял. Да, Стандарт точно. Стандарт он возглавлял. Там же в этой команде и Артем Памбук играл уже под его руководством. Но это начало было. Это самое начало. Самое начало. Они, кстати, неплохо показали себя. То есть, они были в третьем дивизионе, он вывел их во второй, в первой. Ну, и потом, не знаю, что там произошло. Может быть, финансирование, может быть, интерес пропал. Всякое бывает. К сожалению, футбол любительский. Если в профессиональном футболе команды снимаются, то что же говорить о том, что в любительском футболе происходит. Леша, ну, то есть, в принципе, победа над ММФ была ожидаемая. Настраивались. Она была настроенной. То есть, мы не сомневались, что дадим хорошую игру, прессинг. Тем более, после матча также из Зюзина и Амениевы мы прошли. Амениевы тоже очень хорошие ребята. Зюзина достаточно собранная и устойчивая. Причем, достаточно давно команда играющая уже. Мы всю игру отыгрывались, нагоняли. То есть, мы по игре проигрывали 1-0, 2-1. В концовке мы смогли выйти вперед и победили. То есть, уже к этой команде, к ММФ, уверенность была 95%, что мы покажем хорошую игру. По Селесте, по полуфиналу, не получилось так договориться, как с ММФ, к сожалению. Поэтому состав был неполный. Не было центрального защитника, флангового. Вот я, Денис Родин и Эрик Погасян, в которых вообще, в принципе, очень много исходит в вашей команде. Не всегда они играют в чемпионате. В чемпионате они вообще очень мало сыграли. Не увидели мы их на поле в полуфинале. Также, как я понимаю, и Сергей Гришин. После пропущенного мяча произошел конфликт. И, по-моему, Сергей больше в этом матче не увидели. Покинул скамейку запасных. Ушел с игры. Мы это решили. Он просто парень молодой. Эмоции, конечно. За то, что он там оплеухну получал. За то, что не удержал игрока. Не совладал с эмоциями. В первом голе, да? В первом гол, а вот когда. Ну, по голам достаточно необычные они такие были. Некомбинационные там. Ну, не могу сказать, что прям наигранные. Ауты мы, в принципе, знали, что ребята будут бросать туда площадку. Но, к сожалению, центрального высокого нашего игрока не было. И, может быть, из-за этого такой результат. Ну, опять же, парадокс, да? Смотри, вот я люблю, ты знаешь магию чисел. Так получилось. Два представителя высшего дивизиона обыграны были до полуфинала. Два представителя первого дивизиона были обыграны. И возвращаемся к известной всеми фразе «Бог любит троицу». И вот на третий раз все-таки, получается, не получилось. То есть, мне кажется, будь это представитель или высшего дивизиона, или первого, это уже не важно. Вот этот вот третий матч, он стал определяющий, да? Ну, как бы и понять команды можно, которые находятся в рейтинге выше. Ребята уверенно проходят независимо от того, какую лигу представляет соперник, какое место он занимает. Да, минимум у нас в первой лиге занимает третье место. Алмаз проходит, причем уверенно, 4-2. Селесты занимают, напомним, в первой лиге девятое место на данный момент. И проигрыш 0-4, да? В силу определенных обстоятельств, понятно уже. Потому что в силу определенных обстоятельств, там и время, и состав, и так далее. По поводу Сергея Гришина, я могу сказать следующее. Поддерживать надо молодых игроков, успокаивать, по-другому с ними не получится, с ними надо работать. Да, это не 30-летний готовый взрослый человек, который прошел определенные жизни, даже путь не то, что футбольный. Он понимает, где и когда, как себя можно вести. Но у парня не получалось ничего изначально. С первой минуты у него не получалось. У него не получалось убегать, его накрывали. У него не получалось помогать в обороне. Да, вот уже сказали о том, что гол был пропущен, после чего был заменен. Надо работать, я думаю, и все будет хорошо. Человек адаптируется, будет приносить еще не один сезон пользы. Ну, конечно, мы поговорили, я с ним потом достаточно долго пообщался, объяснил ему, что без этого никак нельзя, что всем прилетает во время игры, на самом деле. Ну, а то и мы решили, что будем стараться дальше. Следующий сезон покажет уже, насколько мы готовы. И мы сами ощутили, что можем играть гораздо лучше, чем, грубо говоря, не сидеть там во втором дивизионе, а идти дальше и наслаждаться победами. В общем-то, и в первом, и в высшем. Я думаю, ребята все это ощутили. И все поддерживают. У нас еще сложность небольшая по тренировкам. Их нет. Все играют там кто где. И после как раз разговора командного после кубка, потом вечером все обсудили и решили, что наконец-таки мы введем. Все будут стараться и будем показывать результат. На следующий сезон будет уже показательный. На следующий сезон планируется выселение команды? У нас полный состав. Главное, чтобы никто никуда не ушел. Потому что есть опасения, что ребята некоторые могут уйти. Но в основном нет. Ждем Абрама. Это Абрамов Кирилл. Он в армии сейчас приходит. Достаточно хороший игрок. Центральный, очень надежный. Дагузов Азамат он тоже очень классный. Но я думаю, мы там разберемся. Ну, не разничать по системе игры. Если Азамат он такой более мастеровитый, передачи раздает, то Абрамов он наоборот дает именно объем. Объем, движение дает в середине. Не вам много, чем я. Леш, поговорим чуть-чуть об истории Алмаза. Знаем, что начинал ты в Алмазе. Потом был ход в ТТ. И потом после закрытия ТТ большая группа футболистов ТТ присоединяется к Алмазу. И вот получается у вас очень хороший сезон. Вообще вот об истории Куба. С 2011 года мы заявились. Миша Радаман – это основа команды. Ну, это, наверное, спустя месяц заявки оказался там я. Мы играли на юге. Ну, помню, в третьем и во втором дивизионе. Бегали там, но удобнее было играть на юго-западе. И мы потом в 2014 году перевелись. Где-то с игроки, которые заявлены там. Сейчас вот половина заявки, она историческая, можно сказать. Все с 2011 года заявлены. Ну, человек 12-15 примерно. Уже такие старички. Уже наигранные все. Может быть, поэтому не тренируются. Думаю, что могут это все вывести на опыте. После получилось так, что я переехал в Коммунарку. Это команда ТТ как раз базировалась там. И ребята тренировались. Я поговорил с Алмазом, с Мишей. Мы пришли к общему выводу, что я пока уйду в аренду туда. И я как бы люблю тренироваться. Поэтому было очень удобно. Поиграл я там несколько лет за ТТ. Не забывая про Алмаз. Но немного не сложилось там по собранности команды. То есть были сложности. Команда играла хорошо. Мы достаточно хорошие результаты также показывали. И состав молодые ребята играли. Все бегали. Но именно сбора команды в 2016 году как-то упали. Стали приезжать мало людей на игры. У кого-то были другие занятия. Они их считали более важными, чем играть, соревноваться. И в итоге это привело к распаду команды. Ну и соответственно я как люблю футбол и живу им. Я вернулся в Алмаз. И хороших игроков, которые также хотели. Единомышленников своих. Я пригласил Алмаз. И мы добавили, объединились. И вот достаточно хорошо это все получилось. Опыт. Запал молодой. Мне очень нравится своя команда. Ребята молодцы все. Мы тоже рады, что появляется новый самобытный коллектив у нас в Лиге. И на следующий сезон, если там из первой дивизиона никто не снимется. И может быть Алмаз по каким-то причинам летом окажется в первой дивизионе. В следующем сезоне, конечно же, одни из флоритов второго дивизиона. Будет команда Михаила Ирдамана. Леша, тебя лично тоже можно поздравить. По статистике самый удачный сезон. За все время выступлений в любительской футбольной лиге. 37 забито. 39 голевых передач. Вообще уровень 2б дивизиона. Как тебе в этом году? По сравнению с прошлым годом? Ну вот вообще в целом по второй лиге, да. То есть прогресс или регресс. В прошлом году один был второй дивизиона. Да, у нас была реформа летом сделана. Где-то до середины турнирной. Такие достаточно крепкие команды, уж слаженные. Но я думаю, это вопрос времени. Остальные тоже ощутят это. Потому что они только с третьего вышли во второй. Столкнулись с такими соперниками. И делают какие-то там ротации, что-то меняют, добавляют игроков, убирают. И в общем достаточно крепкий. Мне очень нравится Атлас команда. Ребята молодцы, стараются. Бегают мы на две встречи. Правда мы их все проиграли. 4-8 и 1-4, да. Но в общем, то есть их игра мне симпатизирует. На каждом сантиметре поля борются, стараются. То есть приятно было в этом году играть. Но также виллы стараются сейчас. У них были там сложности свои какие-то определенные. Но по последним играм они достаточно крепкая, собранная команда. По встречам. Вот они у нас немного непонятные с Айсбергом. Первый матч мы им слетели, там 6. С Айсбергом вы проиграли 2-4, а во втором круге обыграли их 8-2. 8-2 как раз таки был этот оптимальный кубковый состав. Он все показывает. Это как раз закрепление позиций, которые там, можно сказать, хромая. Потому что от центрального защитника очень многое зависит. И также от фланга. Вот он результат в полуфинале. Ну а вот почему так в чемпионате играют одни люди, а в кубке другой состав? Только два игрока в чемпионате не играют. Но они приезжают. Просто у всех какие-то есть свои дела. И сложно очень подстроить под каждого. Если двое ребят могут, то четверо уже не могут приехать на игру по каким-то обстоятельствам своим. И это всегда очень сложно подбирать все это, делать расстановку. Ну, больше всего, наверное, из-за этого. На кубковой была поставлена прям четко задача, что должны быть. Все, это кубок. И тем более уже ощутили вкус побед над высшими дивизионами, над командой. Но именно вот Эрик и Денис, они в этот момент уехали в командировку до вечера субботы. И как раз таки вот мы немного не сошлись. То есть в воскресенье бы, если бы была игра, смогли бы. А вообще вот и у Родины, и у Погасяна их профессиональная карьера какая-то футбольная? Нет, они учатся. Учатся в МВД и играют за клуб МВД. То есть они ребята из молодежки «Динамо» в футболе. Я слышал, что с Эриком Погасяном Аминьевым ввело определенные переговоры. Я как раз про это говорил, но не знаю, как там все это решится. Что они решат в том, что Эрик у нас, ну мы как бы все друзья. Мы играли там и на Саморе, там у нас есть наши районы. И там бегали, и познакомились с ним. И на Калужской играли. То есть везде, и поэтому он как бы у нас в команде играет. Также Денис уже, Эрик познакомил у нас с Денисом. Ну, Ларик, очень интересная статистика. Человек провел 14 игр в чемпионате, забил 17 мячей и дал 14 голевых передач. То есть практически в каждой игре гол был плюс пас. Два балла. Два балла стабилина, два мячей. Сейчас моя команда обеспечивает в чемпионате. Это отличный показатель. Да, очень результативный. И у нас игра построена на этом. У нас быстрые фланги, крепкие нападающие центральные, которые принимают, разворачивая. Не хотелось бы, чтобы там как-то решилось все не в нашу пользу. Ну да, нападающий Михаил Радаман, один из руководителей команды. Плюс Дмитрий Бекетов, который имеет опыт еще в выступлении высшей лиги за команду МЛК-03. Кто помнит такую? Играл много сезонов он провел. Я для себя, да, трех лидеров отметил. Это Алексей непосредственно вас. 76 результативных баллов. Потом Михаил Радаман 58 результативных баллов. То есть человек тоже 35 забил. То есть на два меньше, чем вы. И 23 голевых передачи давно. Ну и Эрик Багасян, которому же и так много сказали. То есть в принципе, я думаю, атакующая линия явно в вашей команде не страдает. В принципе, как и вратарская. Хотя, хоть бомбук Артема заявлен, да, как чуть ли не нападающий. Ну, ладно, рассказать. Вот кубковый матч. Когда уже мы летели 2-0. Артем, он и в поле очень хорошо играет. И в матче с Зюзина два из-за штрафной он положил в сетку. И мы уже сделали такой ход конем. Поставили Фефела Александра. Но он, к сожалению, был на травме. И полтора месяца он не участвовал в соревнованиях. Ну, и встал сразу на ворота. Ну, естественно, как бы долго гола не пришлось ждать. Ну, без игрового тонуса человеку тяжело, да. У Артема, кстати, тоже очень интересная статистика. Несмотря на то, что он вратарь. И, Алексей, ты уже заметил, что он неплохо ногами. Да, 19 мячей человек забил. Здесь голевых передач дал тоже 29 результативных действий. Там в 32 матчах тоже как бы не совсем вратарские цифры. Давайте послушаем самого Артема, что он говорил после матча с Селестой. Артем, привет. Скажи, пожалуйста, чего не хватило? Привет. Ну, я думаю, что у нас не хватило психологии сегодня, по самом деле. Потому что, когда мы пропустили два гола, не забили два своих момента. Команда, я считаю, что немножко посыпалась психологически. Мы не смогли додавить, не смогли переломить игру. Ну, плюс двух у нас ребят ведущих не было. Последний защитник Дэн и Эрик. Ребята все-таки тоже делали свою игру. И в многом благодаря им мы прошли до полуфинала. Скажи, пожалуйста, на что делали ставку в этой игре? Вообще, перед игрой у нас была установка, что... Ну, перебегать. Физически мы делали ставку на прессинг, на высокий. Выше встречать, не просаживаться и так далее. Но не получилось. Опять-таки, то, что психологически мы надломились. И все, игра пошла вниз. Да, надеюсь, в следующем сезоне усилитесь и уже дадите более. Да, мы тоже на это надеемся. Спасибо вам, спасибо, хороший тренинг. На самом деле, мы далеко прошли все-таки. Я считаю, что вторая лига у нас играет в полуфинале, это неплохо. Да, выиграв две вышки и первая. Да, хорошо. Нам понравились игры. Ребята тоже хорошие все играют. С высшей лиги очень интересно играть. И с первой тоже, да. Я считаю, на самом деле, что мы ничем не уступаем, если честно. Хотя бы даже первой лиги. И я думаю, этот турнир это показал, на самом деле. Спасибо. Нет, за что. И после матча с Алмазом послушайте, что говорил галкипер Селест и Святослав Ефимов. Слава, здравствуй. Поздравляю вас с победой, с твоим сухарем. Скажи, за счет чего выиграли сегодня? Ну, в первую очередь, за счет командной игры собрались полным составом. Не часто такое получается. Ну, и за счет характера все-таки в чемпионате не все получается. А здесь на кубковые матчи настраиваемся, видимо, и выкладываемся на все 100%. Бьемся за каждый мяч, за каждый метр, поле. Вот, я думаю, ключевая, ключевая, ключевой элемент это именно настрой и борьба за каждый, за каждый мяч, поле. Скажи, пожалуйста, смотрели соперника до вашей игры? Ну, я посмотрел, да, лично. Команда не смотрела, я посмотрел. Вот, да, изучил, там, кто что может. Ну, видно у них не весь состав собрался сегодня, так получилось. Что сделать? Такое бывает. Спасибо большое, желаю вам дальше успеха. Спасибо, спасибо. Алексей, объясните такую парадоксальную ситуацию. Как так получилось, то, что вы, несмотря на то, что и второму, и третьему месту в одном круге проиграли, в другом круге брали реванш, вы забили больше, чем второе и третье место вашего дивизиона, которая, между тем, добилась повышения по классу. Ну, здесь, наверное, сложности были, может быть, в обороне. У нас есть еще такой, как это сказать, такой стиль игры, что мы, забивая и выигрывая там 3-0, все равно продолжаем бежать до конца, до последнего. И можем даже и влететь там проиграть. Вот как я говорил, мы играли с классика, выигрывали 4-1. И потом 6-5 мы проиграли. Но это все было из-за того, что все жаждут игры и все хотят быть впереди. Именно какой-то расстановки, распорядка, дисциплины в обороне не было, может быть. Поэтому мы и пускаем столько. И это я к чему? Я думаю, тогда бы не были бы на четвертом месте, если бы так не рвались забивать и участвовать полностью в атаках. Ну, то есть, наверное, вот из-за этого все. Ну, и тогда подытожим, наверное, в целом. Алексей, как оцените прошедший сезон? Это, наверное, первый вопрос, а второй вопрос сразу же будет. Кто произвел на вас наибольшее впечатление? Ну, помимо Atlas, Atlas не конкуренция. Там ребята 33 игры выиграли, один раз всего лишь сыграли в мяч, набрались 100 очков. Понятно. Я думаю, больше всего мне симптизирует чемпионат. Я вот смотрел полуфинальный матч. Они очень классно в комбинационный футбол играют. И я ставлю на них в финале. Буду болеть за ребят. Селеста, мы с ними играли, они тоже достаточно крепкие ребята. Очень высоко встречали. Очень хороший воротарь. Все отлично. Ну, вот я симптизирую, наверное, чемпионат больше. А второй вопрос? Нет, вопрос в целом, сезон для «Алмазов». Как можно назвать? Для вас именно. Достойно. Мы, в принципе, практически, наверное, каждый сезон, когда я пришел, вернулся в «Алмаз». Мы заняли, не помню, четвертое, это же место. В «ТТ» также четвертое, пятое места. Почему-то пока что не хватает нам опыта на медали, сдержанности на выход. Нет, мы в третьем там как-то занимали. И второе место выходили, и третье место выходили. Но пока что именно не добрались, наверное, еще. Ну, в целом сезоном довольны. Да, очень отличный сезон. И кубок, и сами игры, и команды соперника, и условия. Все было отлично. Классно отыграли, слава богу, без особых травм каких-то. Так что будем стараться. Следующий сезон будем также удивлять всех. Леша, спасибо. Надеюсь, в следующем сезоне будет повод встретиться и пообщаться об «Алмазе» и лично о твоей игре. Буду очень рад. Спасибо, что прибыли. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Что ж, друзья, очередной гость у нас в студии. Капитан, представитель «Атласа», Максим Адаксин. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Максим, ну, поздравим, во-первых, с прекрасным выступлением в этом чемпионате. 100 очков, результат феноменальный даже для второго дивизиона. Как складывался в целом сезон для «Атласа»? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Сезон для нас складывался успешно, как вы поняли. Трудностей никаких не встретили. Все благополучно. На что рассчитывали, то и получили. В кубке, наверное, только хотели подальше чуть-чуть пройти, но три звездочки соперник не самый легкий, конечно. Где-то не повезло, где-то еще какие-то факторы. Ну, на кубок мы вообще не рассчитывали, открытым говоря. На кубок только после того, как уже расписание увидели. Захотели обыграть первую команду с первой дивизионной «Хамонки», по-моему. А потом уже увидели, что по-моему, как-то по-моему, по-моему. Как-то 2-го. А там есть 2-го. А там есть 2-го. А, да-да-да-да. И уже когда увидели, что попадая на команду из Высшей Леги, и там реальчики были, уже тогда проснулся аппетит во время Леги как раз. И было интересно, да. Попали на 3-звездочки. Как сложилось? Ну, там чемпионская сетка, на самом деле, получил Atlas, победитель 2-го дивизиона. 3-звездочки, победитель высшего дивизиона. Столица ortele, победитель 1-го дивизион. То есть, чемпионская сетка. Трейдер Tim Goofs. Трейдер Tim Goofs еще, да. Победитель 2-го дивизиона группы А. То есть, чемпионская сетка. Получается. И вышел из этой сетки чемпионат. Да, 4-е место Высшей Леги в итоге. Сейчас видите на своих экранах турнирную таблицу 2-го B-дивизиона. Обращаем внимание на «Атлас» – 100 очков, 278 забито, 40 пропущено. Максим, вообще «Атлас» – команда же с историей, команда играла и на Западе. Хотелось бы, чтобы наши зрители узнали побольше о команде. Наша история берет свое начало в далеком 2005 году. Мы тогда были банальная команда с нашего двора. Нас было 5 человек. Мы организовались, ездили на всевозможные дворовые турниры по мини-футболу. Потом уже чуть-чуть больше от района нас узнали. Мне тогда, получается, было 13 лет. Самому старшему из нас было 16 лет. Мы стали ездить от района, играть на мини-футбольных площадках. Уже для нас это было что-то с чем-то после двора-то. В ЛФЛ мы заявились, получается, 2008-2009 год. Это 10 класс мой. 16 лет. Да, как сейчас, помню, что игра какая-нибудь в какой-нибудь субботу, 11 утра, ты с химией, до свидания. Я пришел. У нас было таких уже на тот момент 4 человека. Мы просто вставали. Все достаточно с пониманием учителя относились к этому. Мы никого не спрашивали сейчас. Ездили тогда на новой переделке на Шолохову 20 поляна, отыграли там. Это сезон 8-9. Заняли третье место. Хотя шли до второго тура первые, вторые там раз шли. И вот проиграли последнюю игру и скатились на третье место. Попали в стыки. В стыковом матче обыграли команду Лиги ООН, если не изменяет память. Поднялись к высшим классом и отыграли благополучных 7 сезонов во втором дивизионе. Всегда начинали за здравие и заканчивали где-то седьмыми, восьмыми, девятыми. И вот в сезоне 14-15 у нас был наш лучший результат. Это пятое место. Мы боролись тогда за стыки и играли последнюю игру с Фантомом. Ее проиграли, в стыки не попали. И очень-очень грезили попасть в первый дивизион Запада. Ну для нас тогда Запад был. Мы когда заявлялись в ЛФЛ, мы спрашивали, позвонили. Там оказался на проводе Юра Рженков. Говорили, мы живем все в центре, у нас команда вся с центрального округа ребят. И говорим, куда нам заявиться. Он говорит, вы в какую лигу хотите, у нас есть такой-такой округ. Мы говорим, самую сильную. Но на тот момент это был Запад. Вот мы играли, получается, 8 лет на Западе. И там в 14-15 году, получается, приостановили свою, так называемую, жизнедеятельность свою. Именно Атлас на просторах ЛФЛ. Альбион появился потом? Нет, появился тогда в один из сезонов. Мы играли во втором дивизионе. Ну мы всегда играли в 2Б. И там была такая команда «Малая земля» Вани Ершова. Сейчас вот он представитель и капитан Альбион непосредственно. И вот после этого злополучного года сезона 14-15, я был полностью разбитый эмоционально, потому что очень-очень хотелось повыситься в классе в первом дивизионе, поиграть. Для меня тогда это было что-то с чем-то. Вот. И взял недельную паузу. Через неделю мы поехали на тренировку, на песчанку, как сейчас помню. Переходя в светофор, мне поступает звонок на телефон. Тогда это была еще «Малая земля». Я снимаю трубку. «Максим, привет, это Ваня Ершов». «Привет». Так и так, я следил за вашей концовкой, вы там пытались выйти в первый дивизион, не получилось, остаетесь во втором дивизионе, а мы так получали, что сохранили прописку, они вылетали тогда. Сохранили прописку, наоборот, но команда разваливается. Ну, в общем, предложил некую коллаборацию. Я подумал, обзвесил, с Анваром встретились, пообщались. Потом встретились с Ваней уже непосредственно. Пообщались и пришли к тому, что у нас абсолютно одно мышление. Мы хотим одного и того же. У нас одно и то же отношение к делу. И мы договорились, что 5-6 человек с каждой стороны, и мы делаем некий альянс. И вот так получилось, что и команда назвалась «Альянс». И мы благополучно в первом дивизионе выступили, тоже никаких проблем не встретили. Ну, какие-то трудности были, но заняли второе место, вышли в высший дивизион. Но по сугубо личным причинам так получилось, что от пути разошлись. Вот. Мы пошли, у нас тогда был товарищ Игорь Артюшкин, тогда был футбольный клуб «Меч». Вот. Он тогда им заправлял, но по семейным причинам не мог в сезоне, получается, 16-17 больше заниматься командой. И он знал, что мы из альянса уходим, некая часть людей. Вот. И предложил отдать, так скажем, нам команду. Тогда был с нами еще Владимир Харьковский, он сейчас в Константе, если я не ошибаюсь. На Западе тоже. Это его дом тоже. Вот. Ну и мы благополучно тоже встретились, обсудили все нюансы, пообщались, поговорили, перешли в мяч, там создали уже более такую профессиональную атмосферу. Скорее, из того опыта, который получили зайти. Да, 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 все верно. Мы также благополучно поиграли тогда в дивизионе с «Титаном». Они тогда были в первом дивизионе, вышли со второго. Вот когда мы были в альянсе, они были во втором дивизионе «Титан». Ну, только начиналось, да? Да, мы вышли в высшую, либо они в первой дивизион. Мы разошлись, вернулись, получается, свои когорты в первый дивизион. Влились, так скажем, в мяч. Неплохо влились. В 36 матчах, 27 уголов, 20 передачи. У вас конкретно? У вас конкретно. Бывает. Я играл право защитника тогда. Так получалось, честно. Тогда был Федор Зинченко у нас. Он тогда замыкал все, что там. Вопросов по нападению не было. Я подъедал, так скажем. Все, что-то оставалось. Вот. Некий Кафу такой, на бровке бегает. Мари Фернанс ближе все-таки. Но пони. Хорошо. Давайте нашим российским реалимизмом. Да, да. И мы заняли второе место. Такой, получается, опять вышли во второй дивизион премьер-лигу. Вот. Но там уже совсем до профессионализма дошло. В негативном плане у нас не получилось немножечко. С руководством не поладили. Команда, так скажем, развалилась. От нас ушли наша финансовая помощь. Вот. И мы остались, ну, фактически в состоянии, в том, в котором мы сейчас находимся. Все это брат за брата. Все на равноценной основе. Мы скидывали деньги. Но, к сожалению, остались те люди, которые не могли потянуть на себе взносы премьер-лиги. И там за матч очень больше гораздо, чем в первом дивизионе. Не то, что это даже не такие деньги, как здесь, на юго-западе. Вот. И было принято решение нас закрыть забегаловку. Вот. И мы разбежались, кто куда, ну, доигрывать сезон. Потому что это было все в середине сезона. И мы... Я пошел... Мне Ваня опять же позвонил. После той ссоры мы год не разговаривали. После того, как мы разбежались. И для меня было откровением, что он мне позвонил. Он говорит, что... Не нужно тебе там ни какие-то вторые дивизионные идти. Пойдем, поиграем, доиграем сезон. Хорошо. Ну, то есть я доиграл. Все было круто. Ни о чем не думал. Играл в футбол. Анвар пошел Бояркин в Тикносилу. Другие ребята там на юг, юго-запад. Ну, разбежались кто куда. Куда по Москве. Вот. И получается, это был третий год. Когда мы были в свободном плавании. Потому что после сезона 14-15. И вот после этой такой эмоциональной ямы мы понимали с Анваром, что мы хотим результата. К сожалению, или к счастью, но в Атласе это было тяжело очень добиться. Потому что Атлас это наше детище. Это наш дом. И не все относились к делу так, как относились к нему мы. И уровень игроков, к сожалению, не всегда соответствовал. Мы сами тогда не были суперскими футболистами. На тот момент была такая команда в первом визионе западок. Парстроя на нас в Кубке прилично. На Валтузилу. Поэтому вот. И три года свободного плавания я понимаю, что уже надоел мне профессионализм, откровенно говоря. Опыта поднабрался, естественно, в играх. Очень много мне дало совместное времяпрепровождение с Зинченко Федором. Очень много. В альянсе он у нас был просто тренером. В мяч он у нас был играющим тренером. У нас тренировки, тренировочные сборы предсезонные. Это было очень сильно. Можно сказать, это такой плацдарм для меня в ЛФЛ. Все-таки человек профессионал. И к концу года мы завершаем сезон с Альбионом. Получается, по ходу чемпионата вместе с Успенским и Комунаром боремся за выход в Премьер-лигу в очередной раз. То есть я мог сделать хэт-трик. Фактически, получается, так оно и было. Альбион вышел в итоге в Премьер-лигу. Но мы вышли. В стыках мы все проиграли. К сожалению, Космос и Комунар этот матч трех. И я говорю, что откровенно устал, не хочу, хочу домой. Я просто возьму с нуля, как скажем, выведу из комы своего любимого ребенка. И Атлас. Да, конечно, Атлас. У нас был хэштег тогда в соцсетях, Атлас жив, он и сейчас есть. У меня есть Антон, вы наблюдали на повязке. Да, да, да. И ребят все приняли, восприняли нормально все это. Да, 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 окей. Ну и вот мы, поскольку на Юго-Западе были, как нам показалось, условия получше в плане полей, в первую очередь. Мы решили на Юго-Западе. Ну и поскольку здесь все ребят на Западе жили, от Сета немножко отъехать на Юго-Запад. Все рядышком, да. И вот во второй дивизион. Ну, хотели, по спортивному принципу, это была сугубо моя инициатива личная. Хотел начать вообще с третьего дивизиона, но это уж совсем, наверное, было. У нас была реформа. Сначала пломатилось первоначально в третьем дивизионе был, а потом вследствие там реформы, то, что у нас было расширение вторых дивизионов, попало во вторую дигу, оно и к лучшему. Потому что это лишний год. Конечно, конечно, конечно. Мне кажется, неинтересно, вот Облинский Атлант, наверное, вот в похожей ситуации оказался, год началось терять. Ребята потеряли год в итоге. Ну, я не сказал бы, что вот во втором дивизионе мы потеряли год, так могли потерять его в третьем. Во втором дивизионе мне для этого и нужен был сезон. По ходу сезона много очень противоречий, конечно же, изнутри было у ребят. Но вот непосредственно мне, как, назовем руководителю, да, группу, мне очень важно было понять, кто что может в плане финансов, потому что у нас нет ни спонсора, ничего. То есть за свой счет все? Ребята скидываются, переезжают, скидываются? Конечно, 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 все за свой счет, я никому денег не плачу, мне никто денег не платит, каждый сам за себя и друг за друга. Вот, и это было показательно, мне нужно было, важно было понять, кто готов, это все-таки длинный отрезок чемпионат времени, посмотреть на ответственность людей, на отношения к делу. То есть во втором дивизионе это сделать эмоционально куда проще, столкнуться с проблемами, нежели там в первом дивизионе, когда у тебя уровень сопротивления выше и когда на тебя будет эмоционально давить там какое-то поражение, либо потеря очков и так далее и тому подобное. Ну и молодых игроков у вас много в атласе, я заметил, тоже для обкатки, в принципе, второй дивизион идеально подходит, даже элементарно, чтобы привыкнуть к размеру поля, если кто-то когда-то не играл вообще в LFL, да, кто-то наверняка у вас из большого футбола, я думаю, есть. Да нет, все играли в LFL в любом случае, так или иначе, абсолютно. У нас же когда в сезоне 14-15 мы пошли, отобрали пятерых самых способных ребят, пошли там на слияние с малой землей, остальные ребята у нас были, у нас же был дубль, еще атлас дубль, очень долгое время, какой-то из сезонов у нас нас насчитывала команда 38-40 человек, то есть заявка была полная, у нас даже есть командное фото с дублем большое. Вот, и они, ребята назвались командой Вымпел, играли в так же дивизион, мы сохранили им место, они просто переименовались, назвались Вымпел и доигрывали, вот, и половина ребят там играла, поэтому в LFL у нас все поиграли. То есть все уже обкатанно. Да, 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 единственное, что это вот необходимо было понять по отношению, на кого можно рассчитывать, на кого нужно рассчитывать и по финансам, конечно же, самое главное. Давайте сейчас посмотрим таблицу бомбардиров 2-го Б-дивизиона. Максим Адаксин наш гость 73 мяча забивает, Сергей Просиков из Айсберга 51, Андрей Кондратьев из Виланы 45. В лучших ассистентах партнер Максимов по команде, по руководству Атласа Анвар Бояркин, 61 голевой пас у него, у самого Максима 49 голевых передач, и Алексей Лыхин, наш предыдущий гость из Алмаза, 39 голевых передач в своем активе имеет. И по гол плюс пас Максим набирает 122 балла, 73 мяча, 49 голевых передач, отличный результат. Анвар Бояркин, который, напомню, на КФЛ играл за техносилу, 42 мяча забивает, 61 голевую передачу, отдает 103 балла, набирает по итогам сезона. И Алексей Лыхин, 76 баллов из команды Алмаз, третье место. То есть, получается, первое место привезло третьему почти 50 баллов. По результативности? По результативности, да. Это хороший такой результат. И вообще у вас с Анваром, я смотрю, так нормально. 225 результативных действий из 278 мячей. Командных. То есть, в принципе, как зарождался Атлас, да, те его и тянут. Ну, когда я, 2005 год, это 2006-2007 год, мы, он учился, Анвар учился с нами на одном районе, 518 в школе, я 528. Вот. У нас, в принципе, команда стояла, получается, когда Анвар к нам пришел в команду, и как он мне напомнил, я не помню этих слов, но он мне говорил, что я ему говорил, что это лучший трансфер за историю Атласа. Ну, так оно и есть, я это признаю обязательно. Вот. И когда мы играли в ЛФЛ, мы ничего не понимали в футболе, мы со двора. Ну, кто-то какие-то школы там заканчивал. Более-менее сейчас у нас ребята обученные появились. Вот. Наш, ну, самый у нас, так скажем, мастеровитый. Я отыграл в школе Красная Пресня. Это, чтобы вы понимали, на уровне с дюшо, это вторая лига. Вторая лига. Там все тяжело и плачевно. Вот. И мы на самообучении со двора, ребята. И единственное, на чем мы учились, это на телевизоре. И для нас тогда был пример Барселона Пеппа, Гвардиолы. А именно Хавиньеста в центре поля. И так получилось, что мы играем в центре поля. И когда мы не знали, что делать на поле, когда мы, по нашему мнению, ребята нас не понимали, мы брали мяч и между собой, чик-чик, короткий пас. Если нас не встречает, как-то так и получилось, что уже интуитивно может быть где-то друг друга чувствует. Сложившийся дает нам за столько лет, да. Максим, на следующий сезон задача Атласа максимальная. Чемпионство. Выход высшей лиги, чемпионство. Какие-то усиления будете жить, я думаю, будет рассматривать команду? Задача сохранить то, что есть. И приумножить немножечко. Ну, не будет ничего сверхъестественного. Думаю, точечно. Два-три человека, не больше. Если удастся найти, потому что я повторю, что у нас не платится никаких применений. Но больше для глубины состава, да? Да. Все-таки сложившийся состав. Он облигубый. Боеспособен вполне даже. Для красоты, да. В принципе, сложившаяся команда высшей лиги. Да вернемся просто к матчу с тремя звездочками. Я честно скажу свое мнение, Максим, сугубо свое мнение. Мне показалось, например, минут 15 просто немножко ребята потерялись. Просто темп другой, уровень борьбы немножко другой. Когда адаптировались, уже непонятно, кто представитель второго дивизиона, кто представитель высшего дивизиона. Вот честно, это мое сугубо личное мнение. Да, да, мы замечали, что команда из низших дивизионов, когда встречались с командами из более высших, не имея высокого сопротивления в своем дивизионе, поначалу теряются. Перестроиться тяжело. Да, потом перестраивались и находили уже свои какие-то аргументы, с позиции силы даже играли, но не всегда везло. Честно, я за «Атлас» переживаю. Мне команда очень нравится, и тебе неоднократно об этом говорил. Очень симпатизирую, потому что ребята реально играют в футбол, не занимаются ерундой. Просто есть некие коллективы, которые в борьбу какую-то играют. Как у нас Николай Дыбов любит говорить про первый дивизион. Много борьбы, 6 в штрафной, один столб стоит, и вот они на него грузят и побежали под него. «Атлас» играет в абсолютно другой футбол. Иногда получается так, что один защитник на своей половине в шестером атаковать – это как раз про «Атлас». Плюс ко всему, я заметил у Максима есть такая черта, когда игроки начинают нарушать игровую дисциплину, то есть где-то неуместное действие, не по ситуации. Максим сразу за это на правах старшего товарища дает ярко в этом понять. Жесткий подсказ. Вплоть до замены, там подсказка вплоть до замены идет. Это правильно, дисциплина, порядок бьет класс, никто не отменял эти правила. Ну, в целом, конечно, для меня «Атлас», если не зайдет какая-то в первый дивизион, там, как вот, например, в столице «Артель» зашла, то на данный момент он претендент номер один на первом месте в первом дивизионе. Будет интересно, справиться ребят с этой задачей нет. Я тоже верил в «Атлас». Очень симпатичный коллектив, рады, что он возродился именно у нас, в юго-западной лиге. Нам приятно, что такие команды у нас есть. Ну, вообще, в целом, вот, нечая только с КС же у вас была. Да. Расскажи в этом несчастном случае. Просто интересно. Как сенсация вот такая вот. Если ребята нас смотрят, сейчас, наверное, радуются. Да, все просто. Банальное отсутствие дисциплины, как вы Антон уже правильно заметили. Во-первых, на тот матч мы взяли 10 минут. Опознавали игроки. Мы плохо, мы собрались плохо. Мы, это, по-моему, единственное, нет, не единственное, наверное, играм в сезоне. Может, единственное, когда Анвар не играл, вот, получается, немножко отошли от наших дел насущных в той игре. Ну, говорить на самом деле не о чем. Савиноват, ну, 2-2. Это еще хорошо, что 2-2 сыграли. Могли погореть. Ну, то есть, вот эти вот. Дисциплина, нет. Ты же мелочи не бывают. Ну, футбольные мелочи, имею в виду. Вот эти дисциплины, не доест. Такая себе мелочи-то дисциплина, да? Ну, мелочь, да. По идее, мелочь, а по факту это огромная проблема. Что в игре, что на поле, что за полем. Это очень сильно влияет. Потому что у всех серьезных команд, я знаю, там за 20-30 минут они уже все в сборе, они уже готовы. Пусть даже не в раздевалке, пусть на свежем воздухе, но они обсуждают. Они готовятся, они уже знают, зачем они выходят и что они будут делать в первые минуты. Когда-то вот 10 минут, да, то тут уже. О каком может быть, о какой стратегии на матч, когда, дай бог, чтобы, блин, у нас 8 человек собралось. Все ясно. Ну, что же, будем говорить спасибо Максиму за то, что пришел к нам. Будем надеяться, что будет очень много поводов встречаться в следующем сезоне. Будет много трансляции Атласа и тематических передач. Будем ждать. Спасибо большое за то, что откликнулись на наше приглашение. Еще раз с успешным сезоном вас. Еще раз спасибо, что позвали. Спасибо. Ну что же, друзья, подходит к концу очередной выпуск нашей программы. Очень приятно, что вы его смотрели. Надеюсь, вам понравится. У нас в планах еще один итоговый выпуск нашей передачи. До свидания. С вами был Михаил Першин. И Антон Погодин. Продолжение следует.